Простая группа, у нее вообще нет способа устроить гноморфизм, который не был бы взаимодостаточным соответствием. И вот сейчас давайте мы это обсудим, потому что это очень важно. Это уже не техническая вещь, а принципиальная. Вспомним, что так, как устроил любой гноморфизм. Когда гноморфизм конец, это называется факторизация по яму. Коля, помнишь, Илья? Что такое идеалы? Четные числа. Мы доказывали, что в кольце многочленов от одной переменной над полем все идеалы главные. Или в кольце целых чисел все идеалы главные. Замечательно. А для групп, когда у вас есть любой гноморфизм, как устроено ядро гноморфизма? Вот представьте себе, у вас есть одна группа, группа G, которая отображается в группу H. Напоминаю, что такое гноморфизм. Гомоморфизмом называется такое отображение, что для любых двух элементов из группы G, F от X, где X, где X, где берется операция в группе G. Это то же самое, что F от X, где операция уже берется в группе H. Вот это называется гомоморфизм. Так вот, что такое ядро гомоморфизма? Это те элементы, которые переходят в группу. Те, которые переходят в группу. Ядро – это те элементы из группы G, для которых F от G – это единичный элемент в группе H. Отлично. Каким свойством обладает ядро любого гомоморфизма? Понятно, как я делаю? Если X перешел в единицу, и Y перешел в единицу, то единицу нуждит в единицу. То есть это в любом случае подгруппа. Более того, это нормальная подгруппа. Помните, мы с вами смотрели такую вещь. Вот если F от X – это единичный элемент, а Y – это любой элемент в группе G, то тогда, когда берешь Y – 1, X, Y, то смотрите, что это такое. Это же по определению группа гомоморфизма будет F – 1 от Y, F от X, ошибка F от X. F от X – это единичный элемент. И F от X, правильно? Едничный элемент нужно убрать. И значит, получится F от Y в минус 1, то есть F от Y – это в группе G, а это в группе H. Ну, все равно понятно. С этим образом, если у вас какой-то элемент X отобразился в единицу, то все его сопряженные, а его сопряженные – это вот эти вот, Y – 1, X – Y, все сопряженные тоже отобразятся в единицу. Ядро гомоморфизма – это нормальная подгруппа. Придумайте нормальную подгруппу в группе перестановки. На всех случаях, она же будет нормальной подгруппой и в S – N, при других N. То есть необязательно. Шестерка тут не… Итак, S – 6, простая. Какие перестановки? Не знаю, четная или четная. Конечно. Есть понятие четная перестановка и нечетная перестановка. Ребята, это очень легко объясняется. Помните, у нас сегодня были образующие B1, B2 и так далее? Так вот, там некоторые слова были с четным количеством луков, а некоторые с нечетным. Давайте те, когда нечетное количество образующих, назовем нечетные перестановки. А те, когда в слове «четное количество», назовем четные перестановки. И когда у нас была группа симметрик правильного треугольника, четное – это поворот на 0, 120, 240 градусов. А нечетное – это симметрик. Соответственно, если вы возьмете все четные перестановки, то вы получите такую такую группу. Она же, на самом деле, в высшей степени важна. Называется группа четных перестановок. Она уже простая. Я сейчас все объясню. Я уже сказал. Это те элементы, которые записываются с использованием четного количества букв. Например, B1, B2. Или, вот скажем, такой элемент нечетный. B1, B2, B1. Потому что там три буквы. Их нечетные. То есть, поскольку кто-то скажет, что слишком длинное объяснение, но действительно, я все-таки долго очень рассказывал про задание группы «Образующие лица отношения». Слишком длинное объяснение. А давайте так. Я сейчас, ну давайте скажем, для перестановок на четырех элементов, один, два, три, четыре, Напишу такое выражение. Четыре минус три умножить на четыре минус два. Четыре минус один. Три минус два. Три минус один. Два минус один. Господа, поняли, что я сделал? Я выписал произведение такое, где из каждого числа вычел все предыдущие. Ну, всего в нем число сочетание из n по два умножителя, да? А теперь смотрите. Если у меня есть какая-нибудь перестановка, ну, я не знаю, какая, скажем, вот числа один, два, три, четыре переходят в двойку, четверку, единицу и тройку. Есть такая перестановка? Давайте сделаем. Там, где была четверка, будет три. Там, где была тройка, будет один. Значит, три минус один. Что такое четыре минус два? Это теперь будет три минус четыре. Что такое четыре минус один? Это теперь будет три минус два. Что такое три минус два? Это теперь будет один минус четыре. Три минус один – это один минус два. И 2 минус 1 это что? Это 4 минус 2. Господа, вы понимаете, что сейчас уже у меня, конечно, некоторые скобки стали отрицательными, но если я каждую отрицательную скобку, кстати, отрицательный скобок такая называется инверсия. И количество этих отрицательных скобок называется количество инверсий. Если я каждую такую скобку поменяю, 3 минус 1 оставлю, а вот 3 минус 4 заменю на 4 минус 3. Здесь оставлю, здесь напишу 4 минус 1, здесь напишу 2 минус 1, получается, что у этой перестановки 3 инверсии. То я получу ровно вот это выражение. Согласны? Замечайте. Кстати, на картинке это очень легко нарисовать. Вот смотрите, эту перестановку 1, 2, 3, 4. Можно же было смотреть, как нарисовать. Написать число 1, 2, 3, 4. Поднимем 1, 2, 3, 4. Итак, единица переходит в двойку. Двойка переходит в четверку. Тройка в единицу. И четверка в тройку. Ребята, вы видите, что у нас здесь 3 пересечения? Это как раз и есть нечетное количество. Это как раз и есть те самые 3 инверсии. Посмотрите, внимание. То есть мы говорим, что 2 элемента переставлены. Если они раньше шли в одном порядке, а после перестановки идут в другом порядке. И подсчитывая количество для них инверсий. Да вот из качества 3 инверсий. У нас четная перестановка называется четной. И если она нечетная, перестановка называется нечетной. Так вот, ребята, видно, что вот это число под действием любой перестановки. Если четное число инверсий, то переходит само в себя. А если нечетное число инверсий, то меняет знак. Таким образом, действительно, у нас половина перестановок четная, половина перестановок нечетная. Если делаешь сначала четную, потом четную перестановку, то это не меняется. Если четную и нечетную, то оно меняет знак. Если нечетную и нечетную, то оно меняет, а потом не меняет, то есть меняет. А если две нечетных, то оно не меняет. Значит, у любой группы есть такая вот замечательная нормальная подруга. А вот теперь очень важная вещь. А если N больше, чем 4, то N простая. Между прочим, в группе A4 есть четверная группа клейна. Четверная группа клейна. Она состоит из тождественного, из 1, 2, 3, 4, из элемента 1, 3, 2, 4 и, наконец, из последнего элемента 1, 4, 2, 3. Согласен? Согласен. Позиция A4 셀 4